На плацу 83-го инженерно-аэродромного полка торжественные проводы тех, кто увольняется в запас. 53 человека покидают расположение, которое стало для них родным. Звучат слова благодарности, грамотам и памятным подаркам не от числа. Личный состав проходит маршем перед строем. Каждый мужчина должен пройти это и испытать это на себе. Так словами это не понять и не описать никак. Тут нужно прям прожить и прочувствовать это, и закалиться этим. Пока одни принимают поздравления с окончанием службы, другие только готовятся пополнить армейские ряды. В самый волнительный момент рядом с новобранцами родные и близкие. Отцы и дедушки дают советы, мамы и бабушки крепко обнимают. Друзья подбадривают, девушки плачут. Мы комплектуем Витебскую область, комплектуем Могилёвскую область, Минскую область, комплектуем Гродненскую область. Поэтому практически вся республика охвачена нашими парнями. Проверка пройдена. В руках сумка с необходимыми вещами. В глазах боевой настрой. Антон Малахов в предвкушении начала нового этапа жизни. Для него служба – дело чести и часть семейной истории. Школу мужества парень будет проходить в форме пограничника. Эмоции только положительные. Всегда хотел и дед, и отец, все служили в пограничных войсках. И такой у нас небольшой род. Отправка в органы пограничной службы, МВД, внутренние войска и вооружённые силы продлится по 5 мая. Уже 20 числа пройдёт церемония принятия военной присяги. Всего же армейский строй пополнит 10 тысяч новобранцев со всей страны. Елизавета Липеева, Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруиск, 360.